Главная цель войны – добиться лучшего состояния мира, чем до конфликта. Война, целью которой является что-то другое, априори проиграна. Лидлгард Главным различием в наступательных тактиках ВСУ и ВСРФ является использование географии местности одной стороной и полное ее игнорирование другой. Например, оборона Киева опиралась на речку Ирпень. Фактически, на ней был остановлен враг, вытянувшийся вдоль ее берегов. После чего ВСУ начинает давить с фланга, прорываясь к городу Иванков, создавая тем самым угрозу полуокружения почти 20-тысячной группировки. Украинское командование даже приняло решение взорвать дамбу на реке Ирпень, затопив обширные пространства, контролируемые ВСРФ, тем самым сокращая место для маневра противника, которому ничего не оставалось, кроме как бежать. Ведь если бы ВСУ смогли после взятия Иванкова продвинуться к берегу Днепра, до которого оставалось 30 километров, российские элитные части оказались бы полностью окружены и захвачены. При освобождении Харькова также была сделана ставка на быстрый прорыв ВСУ Купенску, что оставляло значительные силы противника, зажатыми между Оскойским водохранилищем и рекой Северский Донец. Российская армия была вынуждена бежать через единственную трассу, которая к тому же была под частичным огневым контролем украинцев. Про освобождение Херсона и уничтожение мостов через Днепр рассказывать нету смысла. Это все наблюдали в прямом эфире. Вопрос в другом. Как будет разворачиваться уже начавшееся наступление российской армии? И чем? И где? Ответят вооруженные силы Украины. Не здороваюсь. Начинать войну при том положении дел, которое существовало, было невозможно. Первое. Не существовало никакой разведки. Мы не знали истинного положения. Вот у нас ИГРУ есть, ИСВР есть, ИКГБ есть. Но все они до такой степени были разрушены, что Россия не знала истинного положения дел в Чечне. Второе. Армия была уничтожена. Третье. Операция не готовилась. Все шло спонтанно. Давай выведем на границу Чечни, а Мусь испугается. Давай выведем Грозному. Авось напугаем. Вывели Грозному. А что делать? Давай наступать. А когда наступать? До завтра, день рождения у министра. Давай ему сделаем подарок. И то, что решения были приняты бестолково, непродуманно. То есть на авось, на дурака, тяп-ляп. И все это, конечно, тяп-ляп и кончилось. Да, Россия вообще руководствуется в первую очередь политической целесообразностью, а не военной. И это является отличительной чертой всех диктаторских режимов. Что произошло после освобождения Изюма? ВСРФ потеряли плацдарм, с помощью которого они оказывали давление на фланг крупнейшей украинской линии обороны. Славянск, Граматорск, Дружковка, Константиновка. Эти действия совместно с продавливанием второй линии Северск-Солидар-Бахмут-Курдюмовка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова